Приветствую вас. Если вам кажется, что вас не уважают, то, скорее всего, так оно и есть, скорее всего, вас действительно не уважают, скорее всего. Но, скорее всего, мужчины действительно относятся к вам негативно и пытаются вас подавить. Ну, просто потому, что в противном случае вы бы, наверное, не реагировали бы на это так. То есть, в противном случае вы, наверное, чувствовали бы себя гораздо лучше. Так что здесь, конечно, очень важный момент, который нужно рассмотреть. Это момент, почему вы в себе сомневаетесь и не доверяете своим, собственно говоря, чувствам. То есть, у вас есть ощущение, у вас есть ощущение, ощущение, что, значит, мужчины к вам относятся, ну, вот, так, как вот вы говорите, да, негативно. И, несмотря на это, вы все равно в себе сомневаетесь. Ну, то есть, вы ориентируетесь на него, получается, на себя, культивируя, в некотором смысле этого слова, взращивая в себе, ну, скажем так, вторичность, да. Неуверенность, сомнения и прочее. Вы пишете, мне кажется, что меня не уважают и унижают мое достоинство. Может быть. Может быть, это и так. Но вопрос заключается в том, а уважаете ли вы себя сами. Да, вопрос заключается в том, оцените ли вы себя сами. Осознаете, понимаете ли вы сами свое достоинство, достоинство. Мой мужчина начинает скандалить из-за любой мелочи, любого слова или интонации в голос, которое ему не понравилось. Психологическая игра. Скандал, который очень хорошо описано в науке, представляет собой набор поведенческих моделей, который приводит к тому, что человек избегает близости. В частности, вашему мужу, видимо, изначально нужно, чтобы вы поругались. Вашему мужу нужно изначально, чтобы вы, к примеру, поссорились. И только после этого он может проявлять к вам какие-то чувства, там, какие-то эмоции и так далее. То есть это, к сожалению, очень похоже на садистический тип личности. То есть тип личности садиста. Когда человек использует какой-то негатив, да, человек использует какой-то деструктив. Сперва. Ну а потом, соответственно, это дает ему разрешение на какое-то другое поведение. Вот. Понимаете? 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 почитать в интернете. Вот. Почитать, ну, почитать для себя в интернете вы можете, что такое садист, что такое мазохист, да, какая-то. Два типа вместе с собой, значит, взаимодействуют, как они друг друга взаимодополняют и так далее. Да. Поэтому вы можете ознакомиться с собой. Дальше. Значит, мой муж становится очень яростным и вспыльчивым, если я скажу что-то, что ему не понравилось. Ну, здесь надо сказать, что вы описываете, как бы, человека вспыльчивого, да, но непонятно, он всегда, как бы, таким был вспыльчивым. Или он стал таким, значит, ну, с определенного времени. То есть, тут вот, на мой взгляд, нужно этот момент уточнить, обязательно. С какого момента, с какого аспекта человек начал так себя истин. Дальше, повышает на меня голос и говорит матом. Ну, здесь вы, на мой взгляд, проявляете себя больше, знаете, как жертва. Вы себя здесь проявляете больше как жертва, все-таки. Вот. Потому что, ну, на мой взгляд, что значит человек повышает голос? Да. Что значит человек разговаривает матом? Вы позволяете ему это делать? Вот. Вы позволяете ему так вести себя с вами почему-то. Вопрос заключается в том, почему вы позволяете так себя вести. Вот. То есть, на мой взгляд, это вот, значит, ну, это очень важная такая история, которую нужно обязательно разобрать вам. Да, следствие чего вы человеку позволяете так, значит, с собой вести. Дальше. Дальше. Обвиняет в том, что это я виновата в его поведении и сама его выявила. Ну, здесь надо сказать, что человек всегда будет обвинять, значит, вас в том, что вы виноваты. Потому что вспыльчивость, как правило, не подразумевает личной ответственности. Вот. Так что здесь, опять же, к этому нужно относиться так, что человек не готов брать на себя ответственность за то, что он вывелся. То есть, в любом случае, даже если вы его спровоцировали, то ответственность его не ваша. За то, что у него такие вот чувства появились. То есть, это очень важно понимать и очень важно это понимать хорошо. Вот. Дальше идём. Вы пишите. Устал даже посылать меня, обзывает. Доводит до взлёд. Минут через час. Минут через час. Идёт себя, как ни с чем не бывало. Лев ко мне вздуматься. Почему не отвечает? Почему не отвечаем уверенностью? Это будет как раз такое классическое поведение садиста. Вот. Когда человек выплеснул весь негатив. Да? Вот. Ааааа. Ну. А как бы. Овлобождает. Овлобождает. Энергию. Свою. Свою энергию освобождает. Ээ. Ну. На то, чтобы вести себя. Ну. Как-то более. Ээ. Ээм. Более адекватно. Да? Более. Более. Эээ. Значит. Позитивно. По отношению. Эээ. Значит. К вам. То есть это. Эээ. опять же, признаки садиста. Признаки садиста в том, что человек, не имея своих чувств, специально выводит на скандал, вот, тогда он что-то почувствует, вот, и после этого на какое-то время он успокаивает. То есть тут вот, к сожалению, история, она такая, вот. Опять же, вы за это ответственности не несёте. Вот, в принципе, так, тут раскрывается суть вопроса. Дальше, так, стараюсь контролировать, фильтровать, остороннить во всем, что говорю, делать, чтобы не выводить его, но все равно выбешивается почти каждый день. Это не зависит от вас, в данном случае, абсолютно и полностью от нас это не зависит. Это зависит исключительно только от человека, вот, от его состояния, от его желания, от его потребностей, который у него, который у него есть. Вот. То есть тут история, история вот, пока. Тут история вот, пока. На мой взгляд. Дальше. Вы, тем, что пытаетесь контролировать и фильтровать, а иными словами, тем, что подстраиваетесь под него, по факту расписываетесь в том, что, в том, что вы чувствуете себя виноватым. Именно поэтому мужчина так и реагирует, значит, на то, что происходит. Должен винить вас, потому что вы считаете себя виноватым. Хотя, на самом деле, да, вы абсолютно, абсолютно ни в чем не виноваты. Это нужно понимать. В этом нужно отдавать себя в черт. Дальше. Идем. Я так понимаю, чтобы нас сейчас не было мирно, мне нужно все время закрывать рот, не высказывать свое мнение совсем. А тем более, не согласен с тем, что я не хочу такого исхода. Это убьет во мне личность. А я вам даже больше скажу. Подобное поведение с вашей стороны ничего не решит. Мужчина все равно будет, как вы говорите, выбешиваться. Мужчина все равно будет реагировать негативно. Ну, просто потому что у него в этом есть живая, к сожалению, живая сопреренность, которой он будет, ну, пытаться реализовать, скажем так. То есть, абсолютно, абсолютно ничего не изменит ваша позиция по данному вопросу. Силу, значит, того, что человек это делает из-за себя. Это нужно понимать. Дальше. Идем. Далее вы пишите. Далее. Пытается ли подавить вашу личность ваш муж? Да. Пытается подавить вашу личность ваш муж, потому что с личностью жить он не может. Она всегда будет вызывать у него какой-то дискомфорт и, ну, какой-то, какой-то страх и так далее. Вот. Но что произойдет, когда, если он, ваш муж, например, подавит вас, подавит вас все-таки? Что произойдет в этом случае? А в этом случае случится так, что мужчина либо перестанет вас окончательно уважнять и будет вам либо изменять, либо вообще жить как сосед, либо он с вами расстанется и будет искать нового человека, которого будет точно так же подавлять, потому что по-другому у него, он по-другому просто-напросто не умеет, значит, выстраивать свои отношения с людьми, в принципе. Поэтому его попытки подавить вас как личность преследуют именно вот такую цель. Дальше. Вы пишете, иногда мне кажется так, это как будто провоцирует скандал, веществом ничего не случая не реагирует, сразу говорит какие-то куклы сразу, чтобы я взорвался. А вот здесь вы, вы уже, значит, не берете за себя ответственность, потому что вы принесете на него ответственность за то, что вы взорваетесь. То есть, вы не владеете со своими чувствами, и вы находитесь, ну, в определенном противоречии с собой. Дальше. Не только просто называют меня сумасшедшими, не считаются меня. Ну, это, соответственно, тут играющий и есть, попался сукин сын, видимо, в некотором смысле. Вот. По поводу того, что вы сошли с ума, нет, с ума вы не сошли, просто стали жертвой психологического насилия. Когда вы говорите, что ссоритесь из-за абсолютных младшей, вы опять же снимаете с себя ответственность за свои чувства и, по сути, говорите, что ссоримся мы. Ведь каждый, не каждый вносит свой вклад. И важно понять, какой вы вносите вклад в эти ссоры. Для чего вам эти ссоры, например, например. Дальше. После каждой ссоры я хочу собрать вещи и уехать, но каждый раз сомневаюсь в своей адекватности. По сути, я думаю, что вы просто боитесь, что ссорно и свой страх вы рационализируете через, значит, то, что вы сомневаете в своей адекватности. Потому что я думаю, что это вполне объективно, что мужчина к вам просто придирается, да, и, соответственно, провоцирует скандал. Соответственно, вы начинаете сомневаться, говорят себе, что, может быть, это я виноват и делаю ошибку. Но ведь я не думаю, что вы, например, ну, делаете ошибку, допустим, когда не чувствуете себя счастливой, да. Или когда вы чувствуете негатив от своего мужа, или когда вы плачете. То есть это вещи, которые являются объективными, с какой стороны на них не посмотреть. И в этом смысле ошибку сделать невозможно. Так что здесь совершенно очевидно, что всё именно так. Даже если вы в какой-то степени ответственны за скандалы ссору, а это безусловно так, что нужно разобрать в себе, сделать это можно только вот наедине с собой, или, по крайней мере, выйдя из, ну, выйдя из того аспекта, в который вы находитесь сейчас. И ситуация она в том заключается. Понимаете, какая штука. Вот и всё. Дальше. Не езжаю, потому что не хочу делать подпешных выводов и ошибок, которых не исправить. И всё время даю отношения с шансом. Ну, вы знаете, правило, любую ошибку можно исправить, абсолютно любую ошибку можно исправить в отношениях. Ну, вот. В частности, думаю, что за этим вашим не езжаю, потому что не хочу делать подпешных выводов, кроется всё же страх. Страх остаться одной. Страх, что вы ни с кем больше отношений не построите. Столько. Я думаю, что в этом, в принципе, и заключается момент. Вот. Поэтому лучше вам всё-таки обратиться к своим настоящим чувствам, к своим искренним эмоциям. И оттого вот в связи. То есть сначала предпринять себе в том, что вы чувствуете, а потом учиться конструктивно выражать то, что вы чувствуете, и уже после этого думать, что делать дальше. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.